Вторая книга Маковейская. Глава первая. Вторая книга Маковейская. Они сожгли ворота и пролили невинную кровь. Тогда мы молились Господу и были услышаны, и приносили жертву, и семидал, и возжигали светильники, и предлагали хлебы. И ныне совершайте праздник кущей в месяцах ослеве. В 188 году живущий в Иерусалиме и в Иудее и старейшина Иуда Арестовулу, учителю царя Птоломея, происходящему из рода помазанных священников и пребывающим в Египте иудеям, радоваться и здравствовать. Избавленные Богом от великих опасностей, мы торжественно благодарим его, как бы сражавшиеся против царя, так как он изгнал ополчившийся на святой град. Ибо когда царь пошел в Персию и с ним войско, которое казалось непобедимым, они поражены были в храме Нанее через обман, употребленный жрецами Нанее. И именно когда Антиох, как бы намереваясь сочетаться с ней, пришел на то место, а бывшие с ним друзья пришли взять деньги, как приданные, и жрецы Нанее предложили их. И Антиох с немногими вошел во внутренность храма, тогда они заключили храм, как только вошел Антиох, и, отворив потаенное отверстие в своде, стали бросать камни и поразили предводителей и бывших с ним, и, рассекши на части, и отрубив голову, выбросили их к находившимся снаружи. Во всем благословен Бог наш, предавший нечестивцев. Итак, намереваясь в двадцать пятый день Хацлева праздновать очищение храма, мы почли нужным известить вас, чтобы и вы совершили праздник кущи и огня. Подобно тому, как Неемия построил храм и жертвенник принес жертву. Ибо когда отцы наши отведены были в Персию, тогда благочестивые священники, взяв огня жертвенника тайно, скрыли его во глубине колодезя, имевшего безводное дно, и в нем безопасно сохранили его, так как никому неизвестно было это место. По прошествии же многих лет, когда угодно было Богу, Неемия, присланный от персидского царя, послал за всем огнем потомков тех священников, которые скрыли его. Когда же объявили нам, что не нашли огня, а только густую воду, тогда он приказал им, почерпнув, принести ее, и когда потом приготовлены были жертвы, Неемия приказал священникам окропить этой водой дрова и положенную на них. Когда же это было сделано, и наступило время, когда просеяло солнце, прежде закрытое облаками, тогда воспоминался большой огонь, так что все удивились. Священники же, доколе горела жертва, совершали молитвы, священники и все, Иоаннафан начинал, а прочее припевали, как и Неемия. Молитва же была такая, Господи, Господи Боже, Создатель у всех, страшный и сильный, и праведный, и милостивый, единый царь и благодетель, единый податель всего, единый податель всего, праведный и всемогущий, и вечный, избавляющий Израиля от всякого зла, избравший отцов и осветивший их. Прими жертву сию за весь народ твой Израиля, и сохрани сей удел твой, и освети его. Собери рассеяние ваше и освободи порабощенных язычниками, призренно уничиженных и презренных, и допознает язычники, что ты Бог наш. Покарай угнетающих и обижающих нас с надмением. Насади народ твой на святом месте твоем, как сказал Моисей. Священники воспевали при всем торжественные песни. Когда же жертва была сожжена, Ниеме приказал оставшуюся водой полить большие камни. Как только это было исполнено, вспыхнуло пламя, но от света, воссиявшего от жертвенника, оно исчезло. Когда это событие сделалось известным и донесено было царю персов, что в том месте, где переселенные священники скрыли огонь, оказалась вода, которую Ниеме и бывшие с ним осветили жертву, царь по исследованию дела оградил это место как священное. И тем, кому царь благоволил, он раздавал много даров, которые сам получал. Бывшие с Ниемею прозвали это место нефтар, что значит очищение. Многими же называемое оно нефтай. 2 Маковейска, 2 глава. В записях пророка Иеремии находится, что он приказал переселенцам взять от огня, как показано, и как заповедовал пророк, дав переселенцам переселенным закон, чтобы они не забывали повеления господних и не заблуждались помыслами своими, смотря на золотые и серебряные кумиры и на украшения их. Говоря и другое подобное сему, он вещевал их не удалять закона из сердца своего. 3 Было также в Писании, что сей пророк, по бывшему ему божественному откровению, повелел Скинию и Ковщегу следовать за ним, когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божие. Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда Скинию и Ковщег, и жертвенник Кадильный, и заградил ход. Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить ход, то не могли найти его. 4 Когда же Иеремия узнала всем, то, упрекая их, сказал, что это место останется неизвестным, доколе Богу, милосердившись, не соберет сонма народа. 5 И тогда Господь покажет его, и явится слава Господне и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон просил, чтобы особенно светилось место. 6 Было сказано и то, как он, исполненный при мудрости, принес жертву обновления и совершения храма. 7 Как Моисей молился Господу, и сошел огонь с неба, и потребил жертву, так и Соломон молился, и сошедший огонь, истребил жертву всесожжения. 8 И сказал Моисей, так как жертва грехе не употреблена в пищу, то потреблена огнем. 9 Точно так и Соломон торжественно торжествовал восемь дней. 10 Повествуется также в записях и памятных книгах Неемии, как он, составляя библиотеку, собрал сказания о царях и пророках, и о Давиде, и письма царе о священных приношениях. 11 Подобным образом и Иуда, затерянная по случаю бывшей у нас войны, все собрал, и оно есть у нас. 12 Итак, если вы имеете в этом надобность, пришлите людей, которые вам доставят. 13 Намереваясь праздновать очищение, мы писали вам об этом, хорошо сделайте и вы, если будете праздновать эти дни. 14 Бог же, сохранивший весь народ свой, и возвративший всем наследие, и царство, и священство, и святилище, как обещал в законе, надеемся на Бога. 15 Он скоро помилует нас и соберет от Поднебесной вместо святое, ибо Он избавил нас от великих бед и очистил место. 16 О дела же Иуды Маковея и братьеве его, и об очищении великого храма и обновлении жертвенника. 17 Также о войнах против Антиоха и Епифана, и против сына его Евпатора, и о бывших с неба явлениях тем, которые подвязались за Иудеев столь ревностно, 18 Что, быв весьма малочисленные, очищали всю страну и преследовали многочисленные толпы неприятелей, 19 И воссоздали славный во всей вселенной храм, и освободили город, и восстановили клонившиеся к разрушению закону, когда Господь с великим снисхождением умилосердился над ними. 19 А всем этом, изложенное Иосоном Киринейским, в пяти книгах, мы попытаемся кратко начертать в одной книге. 20 Ибо, имея в виду множество чисел и трудность, происходящую от обилия содержания, для желающих заняться историческими повествованиями, мы озаботились доставить душевные назидания желающим читать, облегчение старающимся удержать в памяти, и всем, кому случится читать пользу. 21 Хотя для нас, принявших на себя труд сокращения, это нелегкое дело, требующее напряжения и бдительности, как нелегко бывает тому, кто готовит пиршество и желает пользы другим. Но имея в виду благодарность многих, мы охотно принимаем на себя этот труд, предоставляя точное изложение подробностей историку и стараясь последовать примерам сокращенного изложения. 22 Ибо как строителю нового дома предлежит заботиться об его строении, а тому, кто должен заняться резьбой и живописью, надлежит изыскивать только потребное к украшению, так мы думаем и о себе. Углубляться и говорить обо всем и исследовать каждую частность, свойственно начальному писателю истории. Тому же, кто делает сокращение, должно быть предоставлено преследовать только краткость речи и избегать подробных изысканий. Итак, в связи с сказанным, начнем теперь повествование. Ибо неразумно увеличивать предисловие к истории, а самую историю сокращать. 2 Маковейская, 3 глава. Когда в Святом Граде жили еще в полной мире и тщательно соблюдались законы по благочестию и отвращению от зла, пересвящении и каонии, бывало и сами цари чтили это место и прославляли святилище отличными дарами. Так что и селев к царь Азии давал из своих доходов на все издержки, потребные для жертвенного служения. Но некто Симон из колена Вениаминова, поставленных попечителем храма, вошел в спор с первосвященником о нарушении законов в городе. И как он не мог превозмочь они, то пошел к Аполлонию, сыну Фросея, который в то время был военачальником Келесирии и Феники, и объявил ему, что Иерусалимская сокровищница наполнена несметными богатствами, равно как несчетное множество денег скоплено и нет в них нужды для приношения жертв. Но все это может быть обращено во власть царя. Аполлоний же, увидевшись с царем, объявил ему об обозначенных богатствах, а он назначил Илеодора, поставленного над государственными делами. Послал его и дал приказ вывести упомянутые сокровища. Илеодор тотчас отправился в путь под предлогом обозрения городов Келесирии и Феники, а на самом деле для того, чтобы исполнить волю царя. Прибожа в Иерусалиме, вдружелюбно быв принят первосвященником городом, он сообщил ему о сделанном указании и объявил, зачем пришел, притом спрашивал, действительно ли все это так. Хотя пересвященник показал, что это есть вверенное на сохранение имущества вдов и сирот, и частью Геркана, сына Товия, мужа весьма знаменитого, а не так, как клеветал нечестивый Симон, и что всего 400 талантов серебра и 200 золота. А обижать же положившийся на святость место, на уважение и неприкосновенность храма, чтимого во всей вселенной, никак не следует. Но Илеодор имеет царский приказ, решительный говорил, что это должно быть взято в царское казнохранилище. Назначив день, он вошел, чтобы сделать осмотр этого, и произошло немалое волнение во всем городе. Священники в священных одеждах, повершившись перед жертвенником, взывали на небо, чтобы тот, который дал закон о вверяемом святилище имущести, в целости сохранил его верившим. Кто смотрел на лицо первосвященника, испытывал душевное потрясение, ибо взгляд его, изменившийся цвет леса, обличал в нем душевное смущение. Его объял ужас и дрожание тела, из чего явно была осмотревшим скорбь его сердца. Иные семьи выбегали из домов на всенародное моление, ибо предстояло священному месту испытать поругание. Женщины, опоясав грудь вретящими, толпами ходили по улицам. Уединенные девы и иные бежали к воротам, другие на стены, а иные смотрели из окон. Все же, простирая руки к небу, молились. Трогательно было, как народ толпами бросился низ, а сильно смущенный первосвященник стоял в ожидании. Они умолялись одержителя Бога, уверенное сохранить в целости веривших. Элеадор исполнял предположенное. Когда же он с вооруженными людьми вошел уже в сокровищницу, Господь и отцов и владыков всякой власти ивел великое знамение. Все, держнувшие войти с ним, быв поражены страхом силы Божией, пришли в изнеможение и ужас. Ибо явился им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом. Быстро несясь, он поразил Элеадора передними копытами, а сидевший на нем, казалось, имел золотое всеоружие. Явились ему и еще другие два юноши, цветущие силою, прекрасные видом, благолепно одеты, которые, став стоить с другой стороны, непрерывно бичевали его, налагая ему многие раны. Когда он внезапно упал на землю, объят был великою тьмою, тогда подняли его и положили на носилки. Того, который с большой свитой и телохранителями только что вошел в означенную сокровищницу, вынесли как беспомощного, ясно познав всемогущество Божие. Божественной силой он повернут, был безгласным и лишенным всякой надежды и спасения. Они же благословляли Господа, прославившего свое жилище, и храм, который незадолго перед тем наполнен был страхом и смущением, явлением Господа Вседержителя, наполнился радостью и весельем. Вскоре некоторые из близких Иллиадора, придя умолкли, умоляли Онию призвать Всевышнего и даровать жизнь, лежавшему уже при последнем издыхании. Первый священник, опасаясь, чтобы царь не подумал, что сделано иудеями какое-нибудь злоумышление против Иллиадора, принес жертву о его спасении. Когда же первосвященник приносил умилостивительную жертву, те же юноши опять явились Иллиадору, украшенной теми же одеждами. И, представ, сказали ему, воздай великую благодарность первосвященнику Онии, ибо для него Господь даровал тебе жизнь. Ты же, наказанный от него, возвещай всем великую силу Бога. И сказав, сияние стали невидимы. Иллиадор же, принеся жертву Господа, обещав многие обеты, сохранившему ему жизнь, и, возблагодарив Онию, возвратился с воинами к царю. И перед всеми свидетельствовал о делах великого Бога, которые он видел своими глазами. Когда же царь спросил Иллиадора, кто бы был способен, чтобы еще раз послать в Иерусалим, он ответил, если ты имеешь какой-нибудь врага и противника твоему правлению, то пошли его туда, и встретишь его наказанным, если только останется он в живых. Ибо на месте всем истинно пребывает сила Божия. Он сам, обитающий на небе, и есть страж и заступник того места, и приходящий злым намерением поражает и умершляет. Вот что произошло с Иллиадором и как спасена сокровищница храма. Вторая Маковейская, глава четвертая. А вышеупоминаемый Симон, сделавшись предателем сокровища Отечества, клеветал на Онью, будто он сам поощрял Иллиадора и был виновником зол. Благодетели города, попечители, и о соплеменниках и ревнителе закона дерзал он назвать противником правительства. Когда же вражда дошла до того, что через одного из доверенных людей Симона стали совершать убийства, тогда Оний, видя, что борьба опасна, что Аполлоний, как военачальник Келесирии и Феники, неистовствует, увеличивая злобу Симона, отправился к царю не как обвинитель сограждан, но имея в виду пользу каждого и всего народа. Ибо он видел, что без старской попечительности невозможно мирно устроить дела, и Симон не оставит своего безумия. Но когда умер Селевк и получил старство Антиох по прозванию Епифан, тогда домогался священном начале Иосон Братонии, обещав царю при свидании 360 талантов серебра и с некоторых доходов 80 талантов. Сверх того обещала еще подписать 150 талантов, если предоставлено им будет властью его устроить училище для телесного упражнения юношей и писать иерусалимлян антиохианами. Когда царь дал согласие и он получил власть, тотчас начал склонять одноплеменников своих к еленским нравам. Он отверг человеколюбиво предоставленные иудеям царские льготы по ходатайству Иоанна, отца Евполимона, который предпринимал посольство к римлянам о дружбе и союзе. Нарушая законные учреждения, он вводил противные законы обычаи. Намеренно, под самую крепостью, построил он училище для телесного упражнения юношей и, привлекая лучших из юношей, подводил их под срамную покрышку. Так явилась склонность к еленизму и изближению с иноплеменничеством вследствие непомерного нечестия Асона, этого безбожника, а не первосвященника. Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику и, презирая храм и не родя жертвы, спешили принимать участие в противных закону играх полестры по призову бросаемого диска. Но ни во что ставили они отечественный почет, только еленинские почести признавали наилучшими. За это постигло их тяжкое посещение. В те самые, и те самые, которые они соревновали в образе жизни и хотели во всем уподобиться, стали их врагами и мучителями. Ибо нечестиво поступать против божественных законов невозможно не наказанно, как показывает наступающее за тем время, когда праздновались в Тире пятилетние игры и царь присутствовал там. Тогда нечестивый Асон послал туда зрителями антиохиян из Иерусалима, чтобы доставить 300 драхм серебра на жертву Геркулесу. Но сам принесшие просили не употреблять их на жертву, считая это неприличным, а назначить на другие расходы. Итак, им посланы эти деньги в жертву Геркулесу от имени посылавшего, а принесшими они обращены на устройство грибных судов. Когда затем Аполлоний, сын Минифея, послан был в Египет по случаю восшествия на престол царя Птоломея Филомитора, антиохиян заподозрила его враждебным себе и начал стараться обезопасить себя против него. Посему, отправившись в Иопию, он пришел в Иерусалим. Великолепно принятый Асоном и городом, он вошел при светильниках и восклицаниях и оттуда отправился с войском в Финикию. По прошествии трех лет Иосон послал Минилая, брата вышеозначенного Симона, что доставил царю деньги и сделал представление о некоторых нужных делах. Он же, представившись царю и польстив его власти, восхитил себе священном начале, надбаив триста талантов серебра против Иосона. Получив от царя приказание, он возвратился. Не принеся с собой ничего достойного первосвященства, а только гнев жестокого тирана и ярость дикого зверя. Так Иосон, обманувший своего брата, сам был обманан другим и, как изгнанник, удалился в страну Амовицкую. Минилая же получил власть, но нисколько не заботился об обещанных царю деньгах, хотя сострад начальной городской крепости и делал требования. Ибо на нем лежал сбор Дании, по этой причине оба они были вызваны царем. Минилай оставил преемником первосвященника, брата своего Лисимаха, а сострад кретита начальника Кипрян в то время, как это происходило, взбунтовались Торсяни и Молотты за то, что они отданы были в дар Антиохиде, наложнице царской. Посему царь поспешно отправился, чтобы привести дела в порядок, оставив вместо себя Андроника, одного из почетных становников. Тогда Минилай, думая воспользоваться благоприятным случаем, похитил из храма некоторые золотые сосуды и подарил Андронику, а другие продал в Тире и окрестных городах. Верно дознав о том, они изоблющили его и удалился в безопасное место Дафну, лежащей при Антиохии. Посему Минилай, улучив наедине Андроника, просил его убить Онию. И он, придя к Онию и коварно уверив его, дал руку склятвую, хотя и был в подозрении, убедил его выйти из убежища и тотчас убил, не устыдившись правды. Этим раздражены были не только иудеи, но и многие из других народов и негодовали на беззаконное убийство этого мужа. Когда же царь возвратился из стран Килики, то бывшие в городе иудеи с вознегодовавшими еленами донесли ему, что Ония убит безвинно. Антиох, душевно огорченный и тронутый сожалением, оплакивал добродетели и великое благочиние умершего. И в гневе на Андроника, тотчас, совлекшись с него порфиру и задрав одежды, приказал водить его по всему городу и на том самом месте, где он владельский по Губелонию, казнить убийцу, чем Господь воздал ему заслуженное наказание. Когда же в городе были произведены многие святотатства Лисимахом с соизволением Менелая и разнесся о том слух, то народ восстал на Лисимаха, ибо похищено было множество золотых сосудов. Когда восстал народ исполненный гнева, то Лисимах вооружил до трех тысяч человек и начал беззаконное насилие под предводительством одного тирана, старого летами и не менее застаревшего безумия. Увидев такое насилие Лисимаха, одни схватили камни, другие толстые коли, а иные, хватая земли пыль, бросали все вместе на людей Лисимаха. И таким образом многих из них ранили, других поранили, поразили и всех обратили в бегство. И самого святотатца умертвили близ сокровищницы. Об этом состоялся суд над Менелаем. Когда же царь прибыл в Тир, то посланные из собрания старейшины Тремужа представили ему жалобу. Менелай, уже взятый, обещал Птоломею, сыну Доременову, большие деньги, если он упросит за него царя. И Птоломея, отозав царя в притвор, под предлогом отдохновения извратил дело. Менелая, виновника всех зол, зла освободили от обвинений, а несчастных, которые, если бы перед скифами говорили, были бы отпущены неосужденными, осудили на смерть. Так скоро вознесли неправедную казнь, говорившую в защиту города, народа и священных сосудов. Тириане, негодуя на то, щедро доставили потребное для погребения их. Аминелай, при любостяжании начальствующих, удержал за собой власть и, возрастая в злобе, сделался жестоким врагом граждан. Вторая макавейская, глава пятая. Около этого времени Антиох предпринял другой поход в Египет. Случилось, что над всем городом почти в продолжении сорока дней являлись в воздухе носившиеся всадники в золотых одеждах и наподобие воина, вооруженные копьями. И стройные отряды конницы и нападения и отступления с обеих сторон, обращения щитов, множество копьев и взмахи мечей, бросание стрел и блеск золотых доспехов и всякого рода вооружения. Почему все молились, чтобы это явление было ко благу? Когда потом разнесся ложный слух, будто Антиох умер, Иосон, собрав не менее тысячи мужей, сделал внезапное нападение на город, когда они взошли на стену и, наконец, город был взят. Менилай убежал в крепость, а Иосон нещадно производил кровопролитие между своими согражданами, не размышляя о том, что успех против одноплеменников есть величайшее несчастье. и воображая получить трофеи как бы над врагами, а не одноплеменными. Впрочем, он не достиг начальства, а концом его злоумышления было то, что с позором, как беглец, опять ушел в страну Аммонитскую. Концом его злобной жизни было то, что обвиненный перед Оретой владетелем Аравийским, он бегал из города в город, всеми преследуемый и ненавидимый, как отступник от законов, и презираемый, как враг отечества и сограждан, был изгнан в Египет. Тот, который столь многих изгнал из отечества, сам погиб на чужой стороне, придя к лакомедонянам и, надеясь по сроцу происхождения, найти у них прибежище. Оставивший многих без погребения, он сам остался неоплаканным и не удостоен ни погребения, ни отеческого гроба. Когда все происшедшее дошло до слуха царя, он подумал, принялся из Египта, расперепев в душе и взял город, вооруженный рукою. Он приказал воинам нещадно бить всех, кто попадется и умершлять, кто станет скрываться в домы. Так совершилось избиение юных и старых, умершление мужей, жен и детей, заклание дев и младенцев. В продолжении трех дней погибло 80 тысяч, 40 тысяч пало от руки убийц и не меньше убитых было продано. Но, не удовольствовавшись этим, он дерзнул войти в святейший на всей земле храм, имея проводником Менелая, этого предателя законовое отечество, скверными руками, принимая священные сосуды и иные вещи, пожертвованные от других царей, на возвеличение и славу и честь святого места. Восхищая нечестивыми руками, раздавал и превознес Сантеох в своих мыслях, не разумея, что Господь на краткое время прогневался за грехи, обитающие в городе, почему и осталось без презрения это место. Если бы они не были объяты многими грехами, тогда подобно Илеодору, посланному царем-селевкам, осмотреть сокровищницу, и он, лишь только бы вторгся, тот сейчас был бы наказан и оставил всякую свою дерзость. Но Господь избрал не для места народ, а для народа это место. Посему и самое место, сделавшись причастным бывшим народным несчастьем, приобщилось потом благодеяние Господа и, был оставлен всемогущим во гневе, опять с умилостивлением верховного владыки восстало во всей славе. Итак, Антиох, похитив из храма 1800 талантов, поспешно удалился в Антиохию и в превозношение сердца, находя возможным сделать землю судоходную и море сухопутным. Между тем, он оставил приставников, чтобы угнетать народ. В Иерусалиме Филиппа, родом Фригийца, нравом же человека еще более жестокого, нежели какого был поставивший его. А в Герезине Андроника и сверхтого Менелая, который произошел прочих злобы к жителям, имел враждебное расположение гражданам иудейским. Он послал виновника нечестия Аполлония с 22 тысячами войска, повелев всем взрослым избить, а женщин и детей продавать. Он же, придя в Иерусалим и притворно храня мир, медлил до святого дня субботы и, застигнув Иудея во время покоя, велел своим людям вооружиться. Всех вышедших на это зрелище он умертвил и, вторшись с войском в город, избил множество народа. А Иуда Маковей, десятый вроде своем, удалился в пустыню и жил со своими приверженцами в горах по подобию зверей, питаясь травами, чтобы не сделался причастным осквернения. Вторая Маковейская, шестая глава. Спустя немного времени царь послал одного старца, афинянина, принуждать иудеев отступить от законно отеческих и не жить по законам Божьим, а также осквернить храм Иерусалимский и наименовать его храмом Юпитера Олимпийского, а храм в Горизине, так как обитатель этого места пришельца, храмом Юпитера страноприимного. Тяжело и невыносимо до наступившее бедствие. Храм наполнился любодействием и бесчинем от язычников, которые, обращаясь с блудницами, смешивались с женщинами в самых священных притворах и вносили внутрь вещи недозволенные, и жертвенник наполнился непотребными запрещенными законом вещами. Нельзя было ни хранить субботы, ни соблюдать отеческих праздников, ни даже называться иудеем. С тяжким принуждением водили их каждый месяц в день и жертвы и на празднике Диониса принуждали иудеев в плющевых венках идти в торжественном ходе в честь Диониса. Такое повеление вышло и соседним еленским городам по наущению Птоломея, чтобы они также действовали против иудеев и заставляли их приносить еленские жертвы, а не соглашавшихся переходить к еленским обычаям убивали. Тогда там можно было видеть настоящее бедствие. Две женщины обвинены были в том, что обрезали своих детей и за это привесив к сосам их младенцев и пред народом проведя по городу не извергли их со стены. Другие бежали в ближние пещеры, чтобы втайне праздновать седьмой день, но был указан Филиппу были сожжены, ибо неправедным считали защищаться по уважению к святости дня. Тех, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напасти и уразуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к вразумлению рода нашего. Ибо то самое, что нечестивцам не дается много времени, но скоро подвергаются они каром и есть знамение великого благодеяния. Ибо не так, как другим народам продолжает Господь долготерпение, чтобы карать их, когда они достигнут полноты грехов, не так судил Он о нас, чтобы покарать нас после, когда уже достигнем до конца грехов. Он никогда не удаляет от вас своей милости и наказывая несчастьями не оставляет своего народа. Впрочем, пусть будет это сказано на память вам, после этих немногих слов возвратимся к повествованию. Был некто Элиазар из первых книжников, муж уже достигшей старости, но весьма красивой наружности. Его принуждали, раскрывая ему рот есть свиное мясо, предпочитая славную смерть, опозоренной жизнью, он добровольно пошел на мучение и плевал. Как надлежало решившимся устоять против того, чего из любви к жизни не дозволено вкушать, тогда приставлены к беззаконному жертвоприношению, знавшие это мужа с давнего времени, отозвав его наедине, убеждали его принести им самим приготовленное мясо, которое мог бы он употреблять и притвориться, будто ест назначенные от царя жертвенное мясо. добыча резетта избавиться от смерти и подавнее с ними дружбе воспользоваться их человеколюбием. Но он, утвердившись доброй мысли, достойной его возраста и почтенной старости, и достигнутой им славной седины и благочестивого из детства воспитания, а более всего святого и богом данного законоположения, соответственно всему, отвечал, и сказал, немедленно предать смерти, ибо недостойно нашего возраста лицемерить, дабы многие из юных узнав, что 90-летний Леозар перешел в язычество и сами вследствие моего лицемерия ради краткой ничтожной жизни не впали через меня в заблуждение и через то я положил бы бесчестие и пятно на мою старость. Если в настоящее время я и избавлюсь смущения от людей, но не избегну десницы всемогущего ни всей жизни ни по смерти, посему мужественно расставаясь с телом с жизнью, сам я явлюсь достойным старости, а юным оставлю добрый пример охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые святые законы. Сказав это, он точно пошел на мучение. Тогда и те, которые вели его незадолго перед тем оказанное ему доброжелательство, изменили в ненависть по причине выше сказанных слов, ибо они пошли их за безумие. Готовясь уже умереть под ударами, он восстенав произнес Господу, имеющим о совершенной ведении известно, что я, имея возможность избавиться от смерти, принимаю бечуемым телом жестокие страдания, а душой охотно терплю их по страху перед ним. И так скончался он, оставив смерти своей не только юношам, но и весьма многим народа, из народа образец доблести и памятник добродетелю. Вторая Маковейская, глава седьмая, случилось так же, что были схвачены семь братьев с матерью и принуждаемый царем есть недозволенное свиное мясо, быв терзаемым бичами и жилами. Один из них принял на себя ответ, сказал, о чем ты хочешь спрашивать, для чего узнать от нас, мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы. Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы. Когда они были разошены, тотчас приказал принявшим на себя отсесть члены тела ввиду прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышащего, велел отнести к костру и жечь на сковороде. Когда же от сковороды распространилось сильное испарение, они вместе с матерью вещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря, Господь Бог видит и поистине умилосердится над нами, как Моисей возвесел в своей песне перед лицом народа и над рабами своими умилосердится. Когда умер первый, вывели на поругание второго и, содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть, прежде, нежели будут мучить по частям его тела. Он же, отвечая на отечественном языке, сказал нет. Поэтому и он принял мучение таким же образом, как первый. Быв же при последнем издыхании, сказал «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы для жизни вечной». После того, третий подвергнут был поруганию и на требование дать язык, тотчас выставил его неустрашимо, протянул руки и мужественно сказал «От неба я получил их и за законы его не жалею их и от него надеюсь опять получить их». Сам царь и бывшие с ним изумлены были таким мужеством отрока, как он ни во что именовал страдания. Когда скончался этот, таким же образом терзали и мучили четвертого. Будучи близок к смерти, он так говорил «Умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, его он опять оживи для тебя. Для тебя же не будет воскресения в жизнь». Затем привели и начали мучить пятого. Он, смотря на царя, сказал «Имея власть над людьми, ты сам, подверженный тлению, делай, что хочешь, но не думай, чтобы род наш оставлен был Богом. Подожди, и ты увидишь великую силу его, как он накажет тебя и семя твое». После этого привели шестого, который, готовясь на смерть, сказал «Не заблуждайся напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешив перед Богом нашим». Оттого и произошло достойное удивление. Но не думай остаться безнаказанным, ты, дерзнувший противоборствовать Богу. Наиболее достойно удивление славной памяти мать, которая, видя, как семь ее сыновей умершлены в течение одного дня, благодушно переносила этой надежде на Господа. Исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им, «Я не знаю, как вы явились во чреве моем, не я дала вам дыхание и жизнь, не мной образовался состав каждого». Итак, Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы». Антио же, думая, что его презирает и принимая эту речь за поругание себе, убеждал самого младшего, который еще оставался не только словами, но и клятвенными уверениями, что он и обогатит и осчастливит его, если он отступит от отеческих законов, что будет иметь его другом и верит ему почетные должности. Но, как юноша нисколько не внимал, то царь, призывав мать, убеждал ее посоветовать сыну сберечь себя. После многих его убеждений она согласилась уговаривать сына. Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на отечественном языке, «Сын, жалься надо мною, которая девять месяцев носила тебя во череве, три года питала тебя молоком, вскормила и вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я по милости Божия опять приобрела тебя с братьями твоими». Когда она еще продолжала говорить, юноша сказал, «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а повинуюсь повелению закона, данного отцам нашим через Моисея». Также «Ты же изобретатель всех зол для евреев, не избегнешь рук Божиих. Мы страдаем за свои грехи. Если для вразумления и наказания нашего живой Господь прогневался на нас на малое время, то он опять умилостивится над рабами своими. Ты же нечестивый и преступнейший из всех людей. Не возносись напрасно, надмиваясь ложными надеждами, что ты воздвигаешь руку на рабов его, ибо ты не ушел еще от суда всемогущего и всевидящего Бога. Братья наши, претерпев ныне краткое мучение по завету Божию, получили жизнь вечную, а ты по суду Божию понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю и душу и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карами исповедовал, что он един есть Бог, и чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев всемогущего, праведно постигший весь род наш. Тогда раздневный царь поступил с ним еще с прочими негоду и напосмеянием. Так и этот кончил жизнь чистым, всецело положившись на Господа. После сыновей скончалась и мать. О жертвах идорских и о необыкновенных муках сказанного довольно.